Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня среда, 19 августа, в этот раз предлагаю рассмотреть динамику золота, которая после своего недавнего провала пытается восстановиться. Тем не менее сценарий на снижение все еще актуален и имеет шансы на реализацию. Также по индексу S&P500, которое не только дошло до своего рекордного максимума, но и в настоящий момент его немного обновило. При том, что рост к новым рекордным вершинам все еще может состояться. Итак, золото по ожидаемому сценарию не пошло, продолжив свое восстановление после недавнего сильного провала. В части возможного предела для восстановления ожидался уровень сопротивления на 1981, куда цена действительно дошла. Однако, последующего отбоя от этого уровня не состоялось. Котировки продолжили рост, оказавшись около разворотного уровня на 2009, который по всей видимости пока не дает покупателям вытолкнуть цену выше. Пока это не позволяет полностью отменить сценарий на продолжение снижения, а текущий рост все еще воспринимается как локальная коррекция перед продолжением нисходящего импульса. Хотя с учетом меняющегося контекста вероятность отмены снижения весьма высока. На актуальном графике в данном контексте котировки золота торгуются как раз между уровнем 1981, выступающим сопротивлением, и разворотным уровнем 2009. Пока цена торгуется ниже уровня 2009, вероятность возобновления нисходящего движения все еще сохраняется. Для реализации необходим отбой от 2009 и уверенное закрепление под уровнем 1981. Это нацелит котировки к ближайшему локальному минимуму в районе 1865, а при его пробои потенциал движения сохраняется до уровня 1813. Отмена данного сценария и возврат к сценарию с восходящим движением состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 2009. Ну и вот индекс S&P 500 медленно, но верно, но подобрался к своему абсолютному максимуму на 3393, как и предполагалось в прошлом обзоре. Вторая целевая точка, правда, на 3420 достигнута не было. Ожидаемой коррекции к поддержке на 3310 также не случилось. Цена продолжила рост, прочно закрепившись над уровнем 3358, выше которого некоторое время торговалась во флете. И сейчас цена очень плотно тестирует уровень 3393, который в то же время является психологическим, поскольку представляет из себя предыдущий рекордный максимум. На данный момент индекс уже немного обновил рекордный максимум, отметившись на 3397. Судя по всему, продолжение восходящего движения имеет достаточно высокие шансы. Поскольку сигналов на разворот не имеется, сценарий на рост остается актуальным с повышением целевых значений. Что касается актуального графика, вероятно, важность уровня 3393 выразится в том, что в краткосрочной перспективе он может оказать сопротивление цене, что приведет к локальной коррекции, пределы которой могут лежать в районе текущей поддержки на 3358. Ретест и отбой от этого уровня уже нацелят котировки к новому рекордному максимуму, предположительно в районе 3420, это прежняя точка, и потенциальным проходом до 3439. В свою очередь снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 3331 станет сигналом к возможному началу коррекции старшего порядка и отмене сценария на восходящий тренд. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.